Всем привет, дорогие друзья! Ой, как же я это пропустил! За моей спиной стоп-кадр, вы видите, НТВшники выпустили очередную поганку на фильм о Грудине, называется «Нарушая заветы». Как обычно, агитка, не имеющая никакой ни художественной, ни документальной ценности, вышла, видимо, в субботу, я-то увидел только сейчас. Скажу честно, если не смотрели, ну так вот, я чисто из профессионального любопытства посмотрел, разочаровался, с одной стороны посмеялся, конечно, с другой разочаровался, ну вообще разучились работать ребятишки, то ли разучились, то ли не хотят. Вкратце сейчас перескажу несколько моментов, которые больше всего улыбнули, начинается пафосно, значит, показывают, там, быстро-быстро перечисляют какие-то дома, какую-то недвижимость, значит, подытоживает корреспондент, и того недвижимость у Грудинина на 20 миллионов рублей, откуда у него такие деньги? Слушайте, вот это извращение, какое-то неделю назад во всех центральных СМИ проходила информация о том, что Алина Кабаева, депутат Государственной Думы всего-навсего, купила участок на рублевке за 650, по-моему, миллионов рублей. Депутат Государственной Думы, госслужащий, 650 миллионов где-то нашла у бизнесмена Грудинина, недвижимости на 20 миллионов рублей у бизнесмена, подчеркиваю, откуда у него такие деньги? Слушайте, это говорит только о том, что мы совсем уже деградировали, для нас ненормально осознавать, что у бизнесмена могут найтись 20 миллионов, и для нас нормально понимать, что госслужащий, бюджетник, депутат Государственной Думы может запросто вытащить из кармана 650 лямов, пойти что-то купить, ну, дальше, как обычно, причем забавно, когда показывают, рассказывают об этих квартирах, показывают один и тот же дом с разных ракурсов, ну, ребят, ну, я все понимаю, были какие-то сроки, надо было срочно все это сделать, ну, увольте своих вот этих вот видеоинженеров, которые такую халтуру откровенную сделали, а может быть, ребята, просто из наших тогда. Спасибо большое, бредятины, дофига, как обычно, куча мультиков, ничего, то есть, когда сначала показывают, смотрите, вот мы нашли, ай, даже не мы нашли, блогеры, нашли там что-то, какие блогеры, имена, фамилии, пароли, явки, можно узнать? Нет. Этого ничего нет, есть документы, выписка из реестра и показывают, значит, компьютерную графику. Слушай, ну, я тоже могу нарисовать точно такую же графику, просто нет времени на каждого из вас, вот такой графики могу нарисовать, и вы удивитесь, какими замками вы обладаете, ну, и так далее, и тому подобное. Вот акционер показывает какую-то бабу-ягу, что за акционер, а акционер ли, и так далее. Ну, если кто-то не видел, да, повторюсь, вот ради интереса можете посмотреть, просто улыбнуться. Если кто-то не хочет себе засирать мозги, то, в общем, и не надо этого делать, я-то это сделал чисто из профессионального любопытства. Вообще, конечно, я понимаю, для чего это делается. Вчера мы говорили как раз об этом у меня в стриме, кто не смотрел, посмотрите. Приближаются выборы в Государственную Думу в 2021 году, и всем уже понятно, что Единая Россия там шансы имеет пролететь достаточно серьезно, их ненавидят просто, и надо хотя бы начать, врать уже тоже бесполезно, рассказывает сказки, что что-то там, как обычно, они начали что-то в очередной раз обещать, ребят, на 20 лет обещаете одно и то же, можно отматывать каждый раз на 5 лет назад, слушать то, что вы обещаете сегодня, но одно и то же, то есть, видим бедность, поднимем зарплаты, улучшим жизнь пенсионеров, проходит 5 лет, нифига этого не сделано. Люди уже начинают понимать, даже конкретные ватники, и вот пошла просто грязь, пошла атака. На кого? Ну, на главного конкурента. Сейчас меня опять обвинят в том, что мне там заносят деньги коммунисты. Да нет, по большому счету, сегодня у «Единой России» единственный конкурент, наверное, за которого пойдут голосовать, вне зависимости от того, поддерживаешь ты, не поддерживаешь эту политическую партию, потому что я уже говорил, да, очевидно, вполне себе очевидно, и минувшие выборы 2019 года, летняя история показала, что представителей несистемной оппозиции до выборов 2021 года просто не допустят, да, к ЛДПР, к «Справедливой России» очень много вопросов, равно как и к «Яблоку», да их, скорее всего, тоже не допустят. Выбор останется, ну, парламентские партии какие-то, и более-менее парламентская партия приличная, которая сегодня есть, которая готова и способна составить конкуренцию. Я не говорю сейчас о каких-то старожилах или старперах, да, могу даже так сказать, я говорю сейчас о молодых ребятах, которые действительно что-то делают, у них есть. У них есть, да, все шансы выиграть эти выборы, и вот на них сейчас палился шквал каких-то какой-то гадости, ну, мне-то не нравится, что, как обычно, нечестно, да, ну, если вы ведете какую-то политическую борьбу, ну, ведите вы ее честно, ну, хватит уже врать, тем более за наши деньги, платите свое бабло, да, делайте это где-то, я не знаю, нанимайте каких-то блогеров, покупайте каких-то блогеров, не надо за наши деньги, да, заставлять пропагандистов снимать какую-то херь. Ну, с другой стороны, прекрасно понимаешь, найдутся придурки, которые обязательно в это поверят. Ну, ребят, флаг в руки, ветер в горбатую спину. Ну, и хорошего дня.